И снова привет, вы на бойцовском канале в Ударе. Перед началом просмотра, друзья, поддержите наш канал подпиской. Как всегда, наша цель набрать 10 тысяч подписчиков до конца этого года. Всем спасибо, ну а мы начинаем. Вот это новости. Британский супер-тяж Энтони Джошуа высказался в адрес Дмитрия Бивола, комментируя предстоящий бой с Линдоном Артуром. Дмитрий и Артур встретятся в рамках того же вечера бокса, где Эйджей будет драться со шведом Оттоваленым. Я думаю, что это будет жесткий бой, но Дмитрий Бивола держит победу. Я не говорю, что Линдон Артур недостаточно хорош, но просто в боксе есть уровни, и Бивол находится выше. Он великолепен, заявил Джошуа. Ну а теперь интересные новости. Стриминговый сервис Dazn объявил цену платной трансляции Большого вечера бокса из Саудовской Аравии 23 декабря, в котором чемпион WBA Дмитрий Бивол встретится с Линдоном Артуром, а возглавят его бои экс-чемпионов мира Энтони Джошуа и Диантея Уэлдера. В дополнение к стоимости ежемесячного абонемента подписчики Dazn заплатят за трансляцию этого вечера бокса 39 долларов и 99 центов, что в два раза ниже, чем цена Pay-Per-View на американском телеканале ESPN из-за предыдущего вечера бокса с участием Тайсона Фьюри. Дмитрий Бивол уже опубликовал фото с подготовки к поедингу с британцем Линдоном Артуром, который состоится 23 декабря. Можно сделать вывод, что Дмитрий Бивол уже в форме. Линдону Артур точно не поздоровится. Да и к тому же, кто такой Линдон Артур? 32-летний английский боксер с рекордом 23-1, причем удар у него очень жесткий. 16 из 23 побед он одержал нокаутами. Дерется в профессионалах с сентября 2016 года. В декабре 2020 он сенсационно победил Антони Ярда раздельным решением и завоевал вакантный титул WBO в полутяжелом весе. Тогда это было нечто неожиданное. Но затем реванш Ярда и Артура состоялся ровно через год. Разъяренный Антони Ярд тогда нокаутировал своего битчуга в четвертом раунде и забрал реванш. После оглушительного поражения Линдон одержал три победы. В сентябре этого года он вышел на бой с Брайаном Суаресом за вакантный чемпионский пояс IBO в полутяжелом весе. Артур нокаутировал аргентинцев в 10-м раунде и забрал пояс IBO себе. По информации Boxing Sense, Линдон занимает седьмую строчку в рейтинге WBA в полутяжелом весе. Напомню, что Пятер Виев дерется с Колумом Смитом, а он топ-1 рейтинга. Со стопроцентной вероятностью можно заявить, что Бивол серьезный фаворит этого боя. Ну а вы, друзья, прямо сейчас пишите в комментарии ваш прогноз на этот поединок. Как считаете вы, кто же одержит победу в бою Дмитрий Бивол Линдон Артур? Пишите в комменты, мне будет очень интересно прочитать. Ну а с вами, как всегда, был боксерский канал ВУДАРе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.